здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители слушатели моего канала на ю тубе блога я фролов юрий андреевич сегодня хочу сделать такой интересный на мой взгляд а вы уже судите сами выпуск это аналитика это как бы раздел вот моих комментариев аналитики на разные статьи или на какие-то видеосюжеты вот как это недавно было про анализ выступления виктории бутенко и меня многие просили сделать и по цицулину это мы сделаем еще и по той девушке которые там 5 лет на строение проблемы которые то что почему-то люди вот ну ну порой кому-то трудно разобраться кто-то сразу пугаться начинает чему-то ну и если мои выступления моя аналитика помогает кому-то разобраться в данной проблеме я только рад но вы пишите конечно об этом а сейчас сегодня приготовьтесь будет очень интересно когда-то еще в двенадцатом году я у себя в блоге опубликовал там отрывками правда текстом написал коммента значит видео которые я нашел в сети была передача слова за слово цикл такой там пригласили александр александра любимого такого люблина и вот он сыроед ну его стали конечно сразу пригласили кого диетологов прочих давайте собственно переключим и я решил думаю спустя вот сколько уже четыре года надо бы как бы сделать как я это делаю видео захват жаль только качество плохой просто изначально вот тут я настройки 2 ты 240 всего этих мы плохое очень не нашел ее сети лучшего качества эту передачу не нашел что делать будет как есть зато это очень любопытно очень показательно потому что там есть диетолог есть психиатр есть академик врач некий бронштейн такой да ну и есть такой известный телеведущий он тоже биолог такой вот значит баженов очень хорошо и вот они нападают поочередно на этого бедного парня но счастливого и здорового теперь давайте послушаем о чем же речь то есть я себе на листочке выписал то что мы же не будем там 40 минут слушать там есть всякие бред это что просто по сути своей не нужно а мы сейчас самую суть вот начинается 7 там 39 он начинает о себе рассказывать и я буду комментировать давайте послушаем включаю я отказался от продукта содержащих синтетические различные компоненты вредные для здоровья например это майонез изначально и чем вы это заменили вот кстати сразу да нормально у людей вот просто сразу у всех кто не в теме или так сказать вот у врачей любых вот я тоже был недавно там справки на определенные получал медицинские искать и вот врач а как же чем вы заменили что бежит заменить можно то что является важным нужным естественным то что в данном контексте про продукты говоря не естественном в природе не на деревьях не растут кетчупы и соусы не так сказать я не знаю там даже уж если говорить животных они никак не ниоткуда не выделяются то есть вообще абсолютно естественно пища как можно заменить то что просто а то что неестественно ну вы знаете дорогие друзья это не всегда ну так сказать может быть полезным то что неестественно как правило вредно почему то есть но это уж извините законы природы то есть даже не то что не растет и не бегает но в природе да но тем не менее ставить такую постановку вопрос уже не корректно ну да ладно проще фрукты на тот момент и также и мясо рыба и многое-многое в принципе другое то есть вы я так понимаю что вы сыроед сейчас да на абсолютно абсолютно и вот в течение двух лет вы сбросили сколько килограмм чуть более 30 килограмм мой вопрос да ну вот он сбросил теперь значит мы немножко дальше проедем потому что тут так сказать вот как раз первый нападающий назовем это так это профессор академик бронштейн значит вот его сейчас я вам поставлю поэт катлеревский кажется сказал так всякой имеет свою голова каждый по всякому сходит с ума главное сказать выбросить зал а уж народ то поддержит зале он же знает в чем сути о чем речь ну если красиво сказать да еще цитату какого-то поэта или публицист или какой-нибудь писателя ну и она красиво звучит обязательно надо похлопать и вроде бы все правильно значит то все тут дальше и речь в принципе не нужна никакая все ясно все доказано нет но все таки я питаю надежду профессора академики все-таки научные какие-то данные в противодействии того в противовес что говорит александр не значит все скажут или обосноват нам научно почему же вредно все таки вредна растительная диета или сыроедение а и чем полезно и почему необходимо мясо незаменимыми на кислоты белки и вот все о чем они нам так твердят может быть кроме общих красивых фраз и ссылок на писателей поэтов будет что-то иное но я на это надеюсь давайте послушаем вдруг действительно будет вообще мне мне вас жаль мне вас жаль почему там выглядели значительно лучше чем сейчас кстати это он имеет ввиду то что когда показывали фотографию александра как каким он был там там более двух лет назад на фоне макдональдса толстый 100 килограмм там и так далее а ему кстати больше такой нравится ну вот он еще покажет фотографиям вы увидите это я не знаю как вы себя чувствуете но вы просто симпатичный милый человек а сейчас вы худой и тощий не на вас смотреть недели да и мне на вас смотреть не интересно но это ладно это тоже аргумент значит тощий как вы чувствуете вот это вот да он не знает нутка александра скажет как он чувствует это же тоже наверно важно веса мне там было не сильно интересно ну так вы и для дам не представляете большого интереса это первое второе вы знаете есть не занимать вы то что вы сейчас сказали ну только ради бога не обижайтесь для меня звучит дико что интересно он имеет ввиду вам 31 года чем вы занимаетесь кислотно-щелочным равновесием действительно хернёй человек занимает действительно а чем надо заниматься кстати же думайте а вот она в чем ну в общем то что же товарищ или гражданин бронштейн в общем дело говорит наверно десна как ерундой человек занимается какое-то здоровье когда так сказать надо вот действительно думать о чем еще кстати посмотрите на солнце смотрите на небо смотрите сколько вкусной еды на свете который вы себя лишили идиот просто человек взял себя и лишил тут про здоровье ему говорит какое о чем тут какие причем тут очень здоровье вкусной еды те говорят сколько много вот что ты себя лишил александр идиот зачем же ты так сказать вот этим занимаешься ты ты понимаешь тебя научно объясняют сколько на свете вкусной еды думая девушках я все подряд в свое удовольствие живи чего-то скачки чем то еще занимаешься академик это говорит ё-моё александр что что такое то непонятливый не богу вы можете нормально да можно жить без майонеза поверьте мне да действительно так и александр очень-то и говорит что можно без майонеза верят верят он же сам в это говорит причем тут майонез право и каждый диета и в каждой возрастной группе имеет свои особенности но зачем вам этим заниматься вы за больной о какая постановка вопроса сказочная правда то есть надо заниматься диетами или думать о здоровье если ты уже больной а если человек вот как бы ну не хочет стать больным или что этот путь так сказать редок мало кто болеет да вообще-то все умирают практически от болезней которые медицина почему-то не может лечить сотни тысячи таких болезней и миллионы людей умирают больными и годами живут в кабинетах врачей почему-то ничего не помогает и а он ведь нет надо так сказать сначала заболеть ну другими словами также он это потом вот мол думать об этом они лучше ли думать пока ты еще относительно здоров вы здоровый человек мы себя обследовали ваш дух кстати ему же говорят что александр потом скажет вот увидите что и у меня как бы я пришел потому что у меня были как раз уже болезни уже проблемы начинались мне кажется что он немножечко лукавит ну ладно в общем короче говоря идем с вами друзья дальше смотрим потому что у нас в диалог кто включается сейчас посмотрим я все тут пометил у нас диалог включается сейчас 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 кто-то интересный по моему было понятно действительно вот диетолог объясняет популярно это же научно вообще жить вредно то есть вот собственно аргументация железная то есть поэтому есть такие люди кстати я вот замечал часто вы друзья замечали что вообще-то вот те ахайники противники или насмешники разные то есть ну которые пытаются отстоять свой кусок любимой мяса глумясь над здравым смыслом человеческим разумом и говорят всякое такое быдляческие просто выражения которые ни о чем не говорят а только лишь утверждают их в своей якобы правоте вот типа вот жить вредно или так сказать аналогичные какие-то вещи которые мы сейчас услышим скоро ну и это что такое вот я спрашиваю это очень разговор профессионалов вот как бы так вот интересно узнать от этого умираем мама то есть от жизни умирают он вы поняли да то серго нет я все-таки надеюсь что аргументы у наших научных товарищей вот этих всех там диетологов профессоров но все-таки будут немного выше уровнем чем то что мы пока слышим но я такое что тоже приведу в качестве примеров ну потом шлаки сам удаляет да только почему-то не все не в полном объеме и практически у всех не все ну это этому свидетельству сказать начинают всех болезни при полости рта и зубов парадонтоза всякие продаде и вплоть до всего того что есть в организме виде гной что выходит видео так сказать соплей и прочих так сказать и так далее все что мы знаем связанные с опухолевыми образованиями и так далее то это же все реакция антигена антитела с образованием кадаверина трупного яда потрясы на этой вот эти гнойные токсины и скапливаются в организме и к сожалению они все не выводятся иначе было бы все прекрасной болезни бы не было а именно накопление этих ядов являются первопричиной болезнь но что значит первопричина они мясо ли то есть те самые животные высокомолекулярные вернее правильно сказать белки которые в полной мере не могут усвоиться перевариться в организме человека тем более донатурированный который мы жарим варим то есть когда происходит разрушение первичной структуры белка полная донатурация биология на так и называется полная необратимая донатурация белка когда уже невозможно передачи не информации не структуры она разрушена структуры днк расплавлено белок свернут полностью это происходит при плюс 70 но нет мы называем мясом то что в принципе уже мясом не является ведь мясо что такое это мышечная ткань трупа животного с него капает кровь вот так животные природе рвут на куски хищники едят это мясо но если уже сварили белки свернуты донатурированы структура разрушена жизнь уже невозможных белковых бывших тел это уже аморфная масса это не является мясом ну ладно допустим называть будем также мясом хорошо а вот переваривается ли она как что да мы сейчас еще об этом поговорим чуть дальше послушаем аргументацию диетолога приспособить избавляться самостоятельно от шлаков но другое дело качество продукции я совершенно согласна что да надо отказаться от многих вещей которые изначально говорит что ну хорошо то есть она пока говорит что да чем-то она согласна правда не говорит всем что от чего-то там надо отказаться но вероятно отчета совсем уж там вредного ну да хорошо так слушаем дальше немножечко я вот так вот переключу назад так чуть-чуть это что говорится о мясе но и вообще как бы о вегетарианстве и не вегетарианстве как бы мы не хотели мы все равно существа в общем то мы белковые да а вот это интересно да мысли хотя в принципе она и не выразил на я понимаю что она хочет сказать что мясо мол нужно потому что мы белковые существа давайте враги товарищи подумаем с вами мы конечно белковый в том смысле что как мы учились да так сказать раньше школах в институтах что жизнь на нашей планете построена белковой основе то есть мы мышцы наши все это белки ну и кстати ферменты гормоны это все белки тоже хорошо все правильно но только вопрос и что для этого надо что есть белки чтобы белки свои так сказать вот хочется сказать но скажу как есть синтезировались ведь белки дорогие друзья у нас синтезируются в каждой клетке нашего организма есть органеллы которые называются рибосомами в них происходит сборка белка то есть процесс биосинтеза в школе еще учили не то что в институте биосинтез белка то есть белок собирается там а еще вон собирается вот эти мономеры вот этой полимерно-белковой будущей молекулы из чего собираются из-за вот этих мономеров из аминокислот то есть нам нужны не белки в пищу нам нужны не белки а именно аминокислоты другой вопрос если мы отбросим один из вариантов синтеза которая делает наша кишечная микрофлора симбиотическая только не патогенную которую мы взрастили на несвойственный человеку пищи мертвый дентурированный аморфный вот этой вот ну допустим это вообще не берем сейчас в разбирательство берем только непосредственно из пищи получения так вот любой белок который к нам в пищеварительную систему поступает начиная с ротовой полости любой белок растительный животный белок низкомолекулярный высокомолекулярный он должен быть разобран до аминокислот дойдя до тонкого кишечника и уже в тонком кишечнике эти аминокислоты всасываются в кровь разносится вот этой нашей уникальной соединительной ткани кровью до каждую клетку нашего организма где происходит процесс сборки белка то есть аминокислоты туда поступают но говоря о белках поэтому нам нужны не белки белки нам нужны но мы их сами синтезируем в любом случае и только организм знает какой конкретно белок данный момент времени в данной группе тканей в данной клетке нужно построить какая необходимость если но это из аминокислот строится а значит нам нужны аминокислоты есть любой растительной пищи до всех восьми нет в одном продукте хотя есть на самом деле шпинат есть такие продукты некоторые травы тогда где крапива тоже там все восемь из восьми хорошо пусть есть шесть из восьми четыре из восьми но мы что едим один продукт мы можем съесть два три а может двадцать три съесть и тогда кто это запрещает поэтому вот этот бред не научный совершенно идиотичный что полноценные белки что значит полноценные то все 8 аминокислот у нас в организме строятся полноценные белки нам не надо чтобы из одного продукта получить все тем более что это и невозможно тем более что если это еще донатурирован продукт да на это уйдет наших белков еще больше чем мы возьмем из данного продукта виде ферментов гигантского количества чтобы разобрать эти мертвые донатурированные белки и образуется огромное количество вот этих продуктов распада вот это на счет за счет реакции антигена антитела то есть наша иммунная система она же воспринимает любой чужеродный белок попавший в организм чужеродный который образовался в другом организме для данных целей задачи построения например мышечной ткани например оленя лось там неважно кто кого съел человеком коровы к для конкретной биологической задачи двигательной функции вот он у нее построился ее специфический белок любой белок попадая в организм человека если он не переварится он никогда не переварится пройдя через желудочный сок недостаточно не кислотность не фермента пепсина а дальше даже не хватит фермента трепсина который поджелудочная железа выделяет и через панкреатический проток впадая в желчный общий проток выходит через ампулу так сказать вот в тонкий кишечник вот недостаточно и до 40 процентов даже вот биохимики говорят а ну пусть да я говорил всегда там один процент 2 до 40 пусть даже 0 1 процент все равно частично вот эти цельные белки не переварены и даже кишечная микрофлора патогенная не сможет до конца пили это факт всасываются в кровь и вот возникает реакция антиген антител то есть также реакция совершенно та же которая происходит на попадание в организм в кровь попадания вируса грибка бактерии реакция идет всегда на что на структуру а не на название которое человек придумал точно такая же реакция как на попадание вируса бактерии идет на попадание белка на пресс единой там какой-нибудь там говядины слушаем дальше академика бронштейна скажи теперь правду ну только честно ладно вот я бросил курить вот назад я тоже курили да я бросил курить того что мне перестал нравится курить я бросил курить от того что я прочитал книжку одного из лица автора по этому поводу но прочитал тоже не просто так не это я искал инструмент прошли начали приступы астмы просто не хватало воздуха спрашивается зачем люди занимаются вот этим вот знают что вредно да и все рано или поздно все рано или поздно начинают пить курить еще что-то и все рано или поздно ну кто еще доживает конечно не внезапно умер от инсульта инфаркт а вот все-таки остается живым получают хронические болезни знают что они получают что получают их родители их отцы там деды вокруг друзья многие молодые умирают от этим не начинают курить вот в каком же обществе режим до какого маразма докатилась в целом я имею ввиду общество что это воспринимается как норма и насколько же мозги людей загажены причем те кто являются якобы профессионалами несут вот этот бред ну давайте мы послушаем может быть я не прав и все-таки там дальше будет что-то некое так сказать научное какое-нибудь обоснование их так сказать вот теории да или что мы должны воспринимать это как что-то так сказать как истину шли впоследствии ты докажи товарищи почему мясо надо есть ты докажи только потому что мама и папа бабушки и дедушки ели или же там про каких-то неандертальцев написано что они там шкура ходили ели мамонтов там каким-то образом убивали ямы выкапывали надо и это сказать съедали да только поэтому что ли нам надо есть нет и докажи или может быть вы сможете доказать почему же тогда у тех кто все это ест у сотен миллионов людей в мире вы вылечить их не можете они все гниют умирают и уже половина населения от рака умирает докажите а гром и дверь не грянет мужик да пока не грянется пока петух не крынет ясно вот к сожалению честно почему вы занялись этой схемой питания что было были серьезные причины или вы просто решили себе я хочу гармонию а для гармонии мне нужно три года назад я а почему бы кстати не мотивация да люди многие переходят потому что они хотят гармонии и не хотят искать участвовать в убийстве животных портить себе действительно свою будущую жизнь то есть карму и и нравственность их не позволяет и совесть к начинают об этом задумываться они рукой отмахиваться мол для этого животные и созданы чтобы их убивать и есть это что за бред что за бред это самооправдание но дешевая она и пользы человеку точно не принесет уж точно не в духовном не физическом развитии ну да ладно дошел до того что употребляя классическое опять питание начали уже лечить желудок поскольку уже начались все проблемы с желания потом лечился от того что лечился вот запомните дорогие друзья александр что он лечился от проблемы с желудком а потом от того какие последствия было лечение медицинского значит лечение желудка и так далее то есть он четко запомните потому психиатр что-то там скажет вот запомните этот момент как это обычно я побочные действия там и так далее потому что наше здравоохранение тоже понятные ли не сегодняшний момент могу сказать очень важным от наверно вещь будучи сыроедом уже вот последние девять месяцев у меня в этом году не было не аллергии которыми за заливи это кошмары и запомните что были аллергии запомните что они были но это факты которые кстати наверное как-то медицинские подтверждали общение какой-то никаких болезнях не идет речь вообще принц да пожалуйста я с вами абсолютно согласна то есть есть лечебный абсолютно согласна это интересно чем лечебное голодание дать очень многие лечебные диеты которые применяются но это лечебные то есть если человек при начал заниматься лечебным голоданием он вылечился перешел другие продукты растительные временно как она горит это хорошо временно мол ну значит он вылечился а почему он не умер например значит наверное это питание но настолько полезно что то сказать все таки как-то человека даже с того света иногда поднимает и вот человек прям воскресает оживает и тогда так ведь так но они это и не скрывают вот она же гаджет а так возникает вопрос а почему нельзя ту диету которая привела к выздоровлению собственно в своей жизни оставить или мы ее кидаем начинаем жирать все что ели до того от чего собственно мы приобрели эти болезни и ждем пока опять нам не станет так плохо чтобы опять прибегнуть кто диете от которой нам станет в очередной раз лучше если станет конечно ведь у человека диапазон то сказать его потенциал вернее жизненных сил и ресурс организма тоже ограничен возникает вопрос для разумного человека а зачем терять свой огромный потенциал жизни ресурсов жизни нормальной которые можно потратить на творчество на развитие на совершенно достижение более высоких результатов таскать тем делом которым мы занимаемся зачем нам все это нужно терять это драгоценное время жизнь и собственно вот в чем тут логика который которому прибегаем тогда когда уже не другого выхода да но то есть надо дойти до того когда уже нет другого ничего делать это да вот как в целях нормально да то есть зачем нужно делать те меры которые приводят к улучшению состояния здоровья в виде профилактики вы дождитесь болезни они говорят а потом уж то можно вот здесь перспективы еще солнце едины естественно вы меня есть комментарии естественно всем интересуюсь мне все это интересно вообще как сыроедение я воспринимаю как некий этап просто-напросто человек который в поиске за здоровую жизнь как я сказал я прошел этапы и вегетарианство и вот сейчас сыроедение впереди вижу сыромоноедение как нечто что-то такой приятный хорошее и тогда тогда уже недавно я когда человек когда йога лиøre да стец и найдут mammoth не надо ахаивать то что изобрело благодарные человечестве так охай его что изобрело благодарная человечество интересно что она изобрела и он сейчас про паяльники напильники или архимедов bling нам расскажут что она изобрело он благодарны и человечество что не надо хайет мясо это гениальная вещь и не надо порочить этот изумительный продукт обалдеть вы слышали дорогие друзья и не надо порочить этот чудесный продукт мясо ради которого мы живем то есть вот как бы я понял что вот она аргументация научная наконец-то последовали ну что ж теперь те умники и в сети искать могут радоваться и приводить вот эти вот аргументы профессора академика бронштейна который сказал что мясо это тот чудесный продукт который изобрело благодарное человечество то есть она видимо его на фрезерном станке вытащила кусок мяса и ну и теперь по теперь наверно 3d принтера когда будут ну собственно я думаю так и будут делать уже скоро когда будет каша пластиковая и вот что это изобрело благодарное человечество это чудесный продукт мясо но его изобрело ради которого еще он гайк мы и живем вот так а сейчас я думал ради живем но там кто-то ради когда детей кто-то ради высокой идеи чтобы оставить след после себя какой-то в науке вырезать это в культуре в искусстве чтобы так сказать что-то новое сказать чтобы улучшить жизнь человечества так сказать культурный след я не знаю там ну и так далее да оказывается ради которого мы и живем это мясо ну что ж это первое во вторых я хочу вам сказать молодой человек что есть такая вещь как иммунодефицит и если вы себя будете так сильно ограничивать во первых есть определенные штампы как вот вот уже с одного на другой ограничивать себе так сказать так теперь про штампы это бактерии он видимо имеет которые есть в америке и в европе у нас сожалению ну а может быть они есть просто и мнение но можно неизвестно в той или иной возрастной категории рекомендуется различного рода продукты с большим или меньшим уклоном в ту или другую сторону вообщем про что сказал вы поняли вы то есть вот вот блин вот я просто поражаюсь ну ладно сейчас не хочу отнимать время не скажите за это не надо но есть такая вещь как иммунодефицит и вот снижение иммунитета это несчастье стопроцент великое стопроцент который сегодня которым сегодня страдают люди вот а вот почему они страдают люди то ведь они же едят мясо пьют молоко сыр творог все как вы дорогие друзья диетологи врачи профессора говорите и однако факт да он приводит факт правильно истину говорит что мол налицо в обществе сейчас у народа иммунодефицит повальный они потому ли дорогие друзья что вы питаетесь той пищей который в пищи не является как минимум для человека в том виде то есть жареного вареного как природе нет и происходит разрушение структуры то есть мертвую клетку едят ага законы природы ведь гласят так ну так природе есть только живая клетка может передать другой живой клетки в полном объеме энергию строительный материал информацию если она живая клетка но если вы убили и она мертвая разрушенная то извините меня чтобы восстановить структуру разобраться до мономера все это надо огромное количество энергии ферментов потратить из организма но это ладно а чем вообще речь как они вообще аргументируют и вот вы можете себе вот этим самым своим сыроедением я не против наверное каждая диета имеет право на уже не про правда про солнце но понятно ладно в общем понятно что давайте теперь немножечко дальше отмотаем потому что тут есть так сказать вот его следующее интересное такое вот изреченицы вот по моему здесь сейчас мы его а даже раньше 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 чаще 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 сейчас вот так вот где-нибудь поп давайте посмотрим то я могу сказать я тоже не юный мальчик никогда я не занимался вашим спортом и чувствую себя довольно неплохо изумительно кстати сейчас люди на буду хлопать ну конечно естественно он тоже не юный мальчик но чувствует он себя довольно таки неплохо и никогда вашим этим спортом тут уже про спорт он так сказать хотя в принципе ну почему тут спорт ну ладно то есть и спорт уже плохо ну что ж что тут можно сказать действительно девушки солнце ешьте вкусной еды чего уж себя лишь и лишаете а к тому же и мясо такой замечательный продукт который изобрело благодарное человечество ради которого мы живем собственно вот от академика бронштейна научные доказательства пользы потребление мяса ну что ж в принципе я думаю что он что-нибудь еще расскажет ну а пока он отдыхает давайте послушаем что собственно говоря нам скажет другой товарищ ну очень приглашается а кто кстати да кто такой тимофей баженов пару слов дорогие друзья да нет я вам формате нормально все будет хорошо все будет хорошо формат любой он умеет любом любом хорошо выступает все правильно человек известный достаточно тимофей баженов он биолог он известен стал тем что интересные фильмы о животных снимал в том числе там снял как в гнездах тому совы размножаются то есть так первые вроде полная съемка была но молодец очень да потом он на телевидении стал по разным каналам вот эти передачи кстати некоторые действительно интересные но потом дело прав прошло дальше как говорится бизнес есть бизнес и стали уже такие развлекательные шоу человек там для опытов вот это вот все когда его там стали привязывать там типа жечь там очень постановочные такие смешные эконом на другой остров его там скидывали так сказать в спящем виде и над ним типа по всячески издеваются он выходит из этих ситуаций заодно показывая как можно выжить типа найдя пластиковую банку и сделав в ней так сказать вот собрав воду из лужи там или еще что нибудь в этом духе ну конечно там показывает нам где раки зимуют когда в прорубь ныряет ловит рак и показывает где они на самом деле зимуют ну и вот другие разные передачи в общем интересный человек вот давайте послушаем как биолога что нам скажет тимофей бажена почему нужно есть мясо чем нужны зачем нужны белки полноценные так называемые где все незаменимые аминокислоты и так далее слушаем его слушаем внимательно то касается вашего поведения мне абсолютно не важно хорошо вы себя чувствуете или плохо опах более того будете вы живы или умрете но начало хорошее весьма дескать такое толерантное как сейчас говорят уважительное интересное и главное нам научное услышать от него какие-то аргументы слушай однако хочу сказать что поедание сырых продуктов представляется мне исключительно глупым и вредным занятием а почему ну глупым ладно это так сказать ему не нравится в общем вредным то не думаю что это принесет вам пользу почему если речь идет об иммунодефиците то у вас на лицо его падение очень интересно как то у него на лицо каким был оплывшим жердяем и стал светиться здоровым идеальная кожа и так далее у него почему-то считает тимофей баженов так сказать какое-то падение иммунодефицита да так сказать я больше не точнее говоря рост да такое бывает это называется ремиссия то есть то что говорит александр наоборот я лучше себя чувствует а баженов могут нет ну да это называется ремиссии бывает такое скорее всего среди с голоданием он впали в ремиссии я не избавился от такой вредной привычки много есть я очень много я то есть александр г что я в общем не голодаю а собственно я много не ограничивайся и так далее ну это еще хуже почему много есть невкусной еды это большой труд дорогой друг а вот оно в чем дело то есть это научное это обоснование очень много есть невкусной еды это большой труд это еще хуже мол ну хорошо ладно не получилось мне убедить что мол падение иммунитета значит не получилось что-то сказать вроде бы в связи с голоданием ремиссию впали улучшение связи с голоданием так как лечебным хотя если лечебное голодание как другие его коллеги горит там длится уже два года то он должен умереть в принципе суть по всему что говорят диетологи но так сказать тоже не прокатило но тогда значит аргумент такой что вкусный многое то есть невкусной еды много есть это совсем плохо я считаю что вы должны трудиться совершенно в другой области и приносить пользу себе и близким окружающим они мучают своих друзей а вы разве мучается а почему не может приносить пользу обществу будучи здоровым человеком мне кажется будучи здоровым и радостным человеком наоборот такому человек хочется творить улучшать вокруг себя что-то создавать так вот он и до другом поприще он же не занимает же не его профессии он просто пришел сказать дорогие друзья был болен я плохо себя чувствовал я нашел для себя новый вид пищи я стал лучше у меня энергии появилась больше язык и он хочет это радостью с людьми поделиться нормальный человек нормальная правильная аргументация а как его клюют то все ну хорошо но приведите доказательствах товарищей хочется сказать вот почему же так плохо и вредно то вы хоть приведите их более не склоняйтесь к этой ереси ереси а так обосну и почему ерес то седативные препараты а вот оно и ну что же туда это по крайней берега рационализаторское предложение то есть искать от сыроедения и от изменения питания он предлагает седативные препараты то есть как я вас может меня очень важно вы часто сталкивались с негативным отношением к своей схеме питания может даже как соблюденная агрессия может даже мне слова к темопе почувствовать почувствовать некая гривен он только зверей любит он очень недобрый человек он говорит часто если кто не услышал вот часто агрессию и недопонимание когда я пытался навязывать свое мнение вот уже больше полугода я никого не агитирую и не заставляю быть сыроедом правильно насильно мил не будешь но нормальный человек совершенно разумные вещи говорит и не спорит даже и никого не собирается убеждать ни в чем он просто пришел поделиться ну своим опытом своей радостью но не хотят радоваться вместе с ним а почему не хотят да потому что они понимают что в принципе прав более того не понимают что они не способны на это не хотят они менять свои привычки вон мясо благодарное человечество изобрело посмотреть сколько вкусной еды они все так и думают ну и соответственно они пытаются оправдать себя как оправдать надо заплевать других но поскольку научных аргументов нет надо говорить с высоким таким высокой поднятой головой умные вещи приводить цитаты писателей каких-нибудь еще что сказать то что аудитории приятно ну чтобы они так сказать тоже расслабились мол вот профессор говорит ну значит она так и есть ха-ха-ха как же хорошо да ладно давайте послушаем дальше что там нам скажут еще ну теперь мы послушаем наверное диетолога давайте диетолога дорогого послушаем как бы комментируется кормящий мать вдруг станет делать эксперимент вы знаете извините но это же на преступление действительно преступный вот то есть если кормящий мать перейдет на сыроедение да ну или вегетарианство какая разница они про вегетарианство и про веганство одно и то же говорят это преступление а вопрос почему если вот последний пример свяжу в кафе кстати вот недавно про саганян записывалась кстати вот в двух частях прижалка на мне домой в двух частях как бы такая беседа за чаем вот во второй там будет про это ну скажу сейчас к слову встречаюсь на днях в кафе сказать с моим другом и приехала его знакомая и просто так совпало рассказать дела там у них рассказал свою историю диабет был значит сахарный диабет и у ее сестры но это ладно про это там не буду читать а знакомая да вот у нее кстати значит тоже диабета а она еще беременная было когда она пришла на сыроедение более того там соки по норму нокеру там именно на такое строение и очищение лечебное голодание при ну конечно не длительное при беременности длительное нельзя но на зеленые коктейли вот у нее не только прошел сахарный диабет и эндокринолог и и другие врачи которые вели были поражены еще спрашивали вы наверно мясо много едите что что мол такой идиот у них какие штамбы вбиты в голову да вот она не только нет но два раза когда она в салат добавлялась так сказать было там мясо и курица где-то в кафе там так получилось у него как раз подскакивал сахар даже сахар казалось бы сахарный диабет что тут общего но это вот послушайте мою беседу саганян вы поймете что общего почему это так вот при беременности это было у нее при беременности и я не знаю тех людей кто конечно с разумом так сказать нормально перейдя на сыроедение будучи беременным наоборот и прекрасно проходит беременность и ребенок не травится гнойными токсинами от матери продуктами распада высокомолекулярных животных белков и наоборот рождаются здоровые дети которые не болеют потом и так далее а если есть что-то обратное то есть примеры тогда давайте дорогие друзья не будем огульно бездумно вот как идиоты значит ахаивать и а давайте разбираться в конкретной каждой ситуации почему потому что на все вот эти нюансы которые могут быть они могут быть на все причины есть следствие значит что-то было сделано не так значит были хронические болезни значит были ошибки допущены и так далее но живое питание а в природе она только живой то есть как с природа создала да и для человека в данном случае видовое питание то что плоды плода и мы плоды ядные существа мы не травоядные разумеется конечно нет но мы не хищники никакие мы не всеядные мы плоды ядные то что вершина вот этой вот как бы пищевой цепи то есть концентрация первичной энергии полученные от солнца и от земли минералы земли да растворенные в воде поставляются с корневой системы через корневую систему растений да и энергия солнца в этом процессе фотосинтеза и углерод из воздуха и вот это все образуются сложные органические соединения которые питают всю пищевую цепь и сети экосистемы и вот и вершина концентрации энергии солнца минералов земли это плоды ну как во всех кстати религиях изначально и говорилось о тех золотой эре человечества когда то сказать действительно и самое высокое и духовные люди из жили долго именно плоды но так оно и есть потому что это и научно как раз-то подтверждается что же слышим мы от этих товарищей какие тут есть научные аргументы может быть она сейчас что-то все-таки скажет там да может я совершенно я очень ценю ищущих людей да я молодец молодец как она уверена может наоборот ее бы убедили я буду убедил бы в два счета сейчас попробуем давайте убедили правило в том что беременную женщину которая кормит беременная еще не кормит а так сказать питает через свою кровеносную систему плод растет растет у него действительно уже заложили себя же развиваются как бы все жизненные органы и тот же иммунитет а надо сказать что белок как вы говорили это не только наши там я не знаю мышцы сухожилия и так далее это наши гормоны это наши правильно совершенно правильно и что ну и что но белок и что сказано же учиться надо было хорошо школе и знать что биосин с белка идет рибосомах нужны аминокислоты для этого но не будем вдаваться подробности там другие нюансы что еще нужно там какие ферменты прочь но значит аминокислоты мы получаем в любом случае в растительной пище есть в какой-то из 26 общих аминокислот там 22 23 из 8 незаменимых 6 5 4 неважно ну ешьте разные салаты ешьте так сказать различные овощи фрукты сотни видов зелень орехи в конце концов только к желать термический не вы все получите более чем более чем между прочим он переубедил свою маму вот правильно я говорю мама сейчас я не стараюсь убеждать просто люди смотрят как я живу конечно становится тоже сыроедно я вообще должно быть очень экономно я не думаю я думаю как раз стоит вообще меньше вы стали тратить денег на любой тоже вопрос кризисом мировым только последовать у вашему как если у вас есть собственно огород возможно вы будете тратить тогда еще меньше ну хорошо так ладно про огород мы не будем тема отдельная давайте пойдем дальше что у нас тут еще интересного интересному нас где-то вот здесь сейчас секундочку вот где-то тут так давайте послушаем что люди вымаливают здоровье богов они знают что они сами могут для этого очень много сделать в частности подкорректировать свое питание то что сейчас смешались все в кучу и мы называем традиционное питание макдональдс и майонеза и кетчупа и зачем так далеко традиционное питание так это вообще куда бред понятно что не питание да и диетологи тут уж что бы говорить об этом говорят что это вредно до понятно и она вот как пытаются своими сразу опять о каких-то о том а чем вообще говорить не стоит что вообще пища не является является продуктом химической пищевой промышленности все эти понятным но на речь-то идет про то что таскать то что мы называем якобы традиционным питанием то что там мясо и прочее просто на самом деле не традиционам потому что это Не так давно в жизнь человечества на самом деле вошло. Да, я понимаю, что сейчас скажут, вот всегда варили, жарили. Нет, когда ледники пошли в северном полушарии, вот стали, да, потом это вошло в привычку, ну извините меня. Вы начинаете пить, курить, вам тоже это входит в привычку, вы потом становитесь наркоманами, там табачными, алкогольными, без этого не можете. И пищевая наркомания существует. И мясо, в результате потребления которого образуются морфины в мозгу головном, так сказать, естественно, и, так сказать, заставляя нас далее и далее желать и хотеть этого. И мы считаем, что это естественно и нормально, что это мы чувствуем, мы хотим. Такой сидит 200 килограмм, уже задыхается, я чувствую, что я хочу это съесть. То есть, ну как хорошо. Тоже научная аргументация, я чувствую, или мы привыкли, или мы должны. Это вообще объяснение? Куда мир катится? Что нужно подкорректировать своё питание, нужно максимально убрать из него вредные продукты, синтетические, кратические, вы совершенно правы. Заведомо те, которые очень плохо усваиваются нашим организмом, он просто к этому не приспособлен. Естественно, зачем вообще об этом говорить? Но я против того, чтобы кидаться в другую крайность. Ну зачем из одной крайности, из огня до полумя кидаться? То есть, вот как бы вот, да, то есть, не нужны, как излюбленная фраза, тем, кому нечего сказать, и тем, кто пытается оправдать что угодно. Мол, какую, давайте золотую серединку. То есть, я хочу зацепиться за свою сардельку любимую. И, конечно, я понимаю, что три сардельки – это вредно. Ну, одну сардельку – это даже полезно. Стакан вина красного так полезен, что даже радионуклиды выводят из организма, тоже из той же области. Это совершенно необоснованно и научно, как Амосов еще тоже говорит, академик, что очень много эмоций, очень мало науки. Академик этот насчет науки и эмоций, он к чему говорил? Именно к вот белкам, что-то мне кажется, что совершенно к другому. Ну, да ладно, тоже важно это сказать. Только вообще, о чем речь, что она хочет говорить? Какие научные аргументы? Она говорит, это не научно, а приведю научные документы, приведю данные какие-нибудь научные. То есть, какие-то крайности, которые… Тут еще и психологические определенные аспекты. Вот я хочу себя чувствовать хорошо, да я буду себя чувствовать хорошо. Если верну себя в стресс, да я подниму дерево, которое там, не дай бог, падает на моего ребенка в этот момент. Гениально. Но теперь, да, мы можем убедиться, что белки полезны, и надо мясо есть. Да, потому что она, в общем-то, аргументацию перевела. Ну, да ладно. Так, а что, если я сейчас что-нибудь такое, знаете что, расскажу… Так, 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 ааа, да, там, оказывается, что-то было еще интересное, по-моему. Так, давайте послушаем. Еще тоже говорит академик, что очень много эмоций, очень мало науки. Хорошо, что-то там интересное. Какие-то крайности, которые… Ну, тут еще и психологически определенные аспекты, да. Вот я чувствую, я хочу себя чувствовать хорошо, да я буду себя чувствовать хорошо. Я если верну себя в стресс, да я подниму дерево, которое там, не дай бог, падает на моего ребенка в этот момент, да. Но, и понятно, что любое такое отклонение – это большой стресс. И происходят определенные химические реакции в нашем организме. И они часто, они действительно помогают. Я совершенно согласна, при каких-то аутоиммунных заболеваниях, пусть при ревматизме, при аллергии, голодании… Я так понимаю, что вы говорите, по сути, вы говорите об эффекте плацебо. В каком смысле? И в каком-то смысле это тоже. Хотя она была о другом, но она согласна с этим, потому что, в принципе, это в копилку противников нормального живого питания. Поэтому пойдет. Ну да, очень много компонентов, и может быть реально, действительно. Вот как раз продолжение – это будет выступление психиатра, потому что я напомню, что Юрий Полищук выпадет клинического отделения не психиатрии. Пожалуйста, Юрий Иосифович, ваши полторы минуты. Что, кстати, Юрий Иосифович нам скажет, может действительно, он научный, хотя он психиатр, в принципе, не биолог, не медик, тут вот были диетологи, медики, профессора, но профессор психиатрии, наверное, он попробует как-то, так сказать, добавить к тому, что не смогли, наверное, найти аргументы научных никаких вообще и сказать, уважаемые его коллеги. А он, наверное, все-таки сможет. Я думаю, та история, которую мы обсуждаем, тот герой, который перед нами, в значительной мере относится к области психологии, прежде всего. Есть понятие ипохондрии. Вот те недуги и те отклонения в организме, о которых он говорил, которые привели его якобы к формированию мотива на сыроедение, они заслуживают анализа с точки зрения психологии и психопатологии. Ага, ну то есть псих, Александр, просто, что там дальше говорить? Так, возможно, у него появилась избыточная мнительность, возможно, избыточная фиксация на неприятных ощущениях. Где те медицинские факты, которые бы подтвердили, что ваш организм, вот в том выражении, которое было до сыроедения, находился в болезненном состоянии? Во как интересно. Где те факты? Он что, должен был сюда с документами прийти, показать ему справку от врача? Да, сказал Александр, что у него были проблемы, сначала желудок, помните, я говорил, запомните, лечил, он лечился от того, что врачи залечили, аллергии и прочее, и это что, так сказать, недостаточно, что он плохо себя чувствовал, задыхался, это что, недостаточно? Или ему нужна справка? Что появились такие-то виды патологии? О, как! Никаких результатов медицинского обследования вы не представили, вы ориентировали? О, как! Ну, наверное, он сейчас представит какие-то документы, что он правильно говорит. Ориентировались на субъективное самочувствие, а нам хорошо известно, медицинским психологам, что мы ориентируемся на то, что хотим слышать, думать, во что хотим верить. Наверное, так. Что возникает ипохондрическая фиксация, да, на незначительных каких-то ощущениях, что возникает избыточное представление о своем каком-то отклонении от нормы. И тогда развивается сверхценная идея здоровья, здорового образа жизни. Многие идут, начинают заниматься моржеванием, начинают заниматься физическими нагрузками, бегом, сыроедением. Херней всякой заниматься начинают, всяким там спортом, бегом, моржеванием, сыроедением, всякой ерундой. Вот идиоты. Ну вот психиатр, в общем-то, психологически очень грамотно, как и его коллеги в плане биологическом, а он в плане психологическом очень грамотно все изложил. Типными другими и так далее. А чем мы закончим это? Ну, как бы апофеоз. Это нам хорошо известно, я занимался сектами. В сектах часто идет установка на ограничениях. То есть, секты. Как я люблю, когда сектанты, а ведь это, в общем-то, и есть, по сути, сектанты, те, кто, я бы сказал, мало кто из религиозных людей. Так, свято, рьяно, без научно-доказательной базы, верят в то, что они хотят, во что они хотят верить и на что молятся, хотят думать, чтобы оправдать свои желания, пристрастия, пороки и спокойно с этим жить. Ну, а жить спокойно, это надо еще других вокруг себя убедить, что это так. И еще научные звания, да еще и, так сказать, теплые места, денежки идут. Почему бы не жить так, да, так сказать? Плыть по течению. Ну, и, конечно же, кульминация это слово секта. Хотя, вот знаете, что я как-нибудь сделаю, прям, меня так задолбало, честно говоря, люди не понимают значения терминов и употребляют их направо-налево. И простые люди, и так называемые специалисты. Вообще-то, термин секта восходит к латинскому слову сикары отделять, да? И даже когда речь идет про изначальное, вот когда секта стала употребляться, про религиозные дела всякие, то многие люди стали склонными употреблять это слово для обозначения образа мыслей, учений, каких-то, значит, и дают негативный смысл. Понятно, да? Так вот, а вот это, на самом деле, отделенные, отделившиеся, вот что это значит. Которые люди уходят, так сказать, от мира, от общества, так сказать, и так далее. И, по сути своей, строго говоря, если это проанализировать, я когда-нибудь это сделаю, вот, значит, да, то вот это слово, ярлык, вот этот сектант, что это значит, когда это началось, кто это анализировал термин, откуда это взялось, как развивался термин, когда его как употребляли. Это очень интересная тема, поэтому любая, даже, вот если строго говоря, после даже раскола 1054 года, да, уже была фактически, образовалась две крупнейшие секты, православная и католическая, ну, если так говорить, то правоверное там христианство было и католическое. Уже, если так говорить, потому что они уже разошлись, раскололись, отошли и так далее. Ну, нет, мы будем по всем видам жизни, по поводу и без поводу употреблять это слово, как показатель, что-то негативное, якобы мы доказали, если мы обозвали его сектантом, всякие там моржевания, спорт. И, заметьте, уже второй про спорт. Не, ну, понятно, они не занимаются ни спортом, ничем, сидят только в кабинетах, ну, может быть, за компьютерами еще иногда, хотя вряд ли, за телевизором, вот. Может быть, и пивко потягивают, шашлычок, прочее. Ну, и вот так жизнь проходит. И, конечно же, все, что другое, особенно если другое это выше, лучше, чище, они же это чувствуют, они это, конечно, в грязь стаптывают. И, конечно, присваивают ярлык секты. Так нет, сектанты-то они, потому что там нет разума, довод, доказательств, там упертость, зашоренность и так далее, зацикленность. И вот это как раз правильнее называть, секта это, да, как вы думаете, дорогие друзья, кстати, напишите здесь вот внизу, в чате, так сказать, как вы считаете. По-моему, разумно, что именно это так. Так, ну и последнее, наверное, что я тут вот вам покажу, так сказать, такой кусочек маленький, интересный, и это Баженов там, ну и только потому я это скажу, что просто у меня тоже есть эти зверьки, он там сейчас скажет про своих зверьков, кое-что. У меня, например, живут шиншиллы. И у меня живут. И я их очень разнообразно кормлю. Так. Смешиваю в ведре разнообразные орехи, зернышки, изюм, и каждый раз, насыпая им в кормушку, я думаю, как же вы вкусно едите, а, дайте-ка я попробую. Ну, так и вроде бы жить и радоваться. Пробую, действительно вкусно. Но перейти на шиншилл и корм я не хочу. Полностью. Вообще не хочу. Даже частично. И думаю, что это может превратить меня в шиншиллу. Во, поняли, да, дорогие друзья? Ну, биолог, товарищ наш уважаемый Баженов говорит, что я это просто вообще не хочу. Даже хотя мне это нравится, но я это не хочу, потому что я не хочу быть шиншиллой. А он в своих видео, кстати, я вот видел лично, да, в одном из его, так сказать, вот этих, значит, видео, говорил, он так, а теперь с такой радостью он берет, вскрывает ножом. Я съем настоящую, мужскую, человеческую еду. Это вот тушенку. И берет, открывает ножом тушенку и с радостью смакует ее ест. Ну, правда, он еще ел как-то мышек, жарил, кожу с них сдирал, шкурку и ел и мышек. Показывает, как надо, так сказать, в диких условиях жить. Ловил их там и ел. Ну, в общем, ладно, что тут говорить. Почему он не хочет быть шиншиллой? Ну, я тоже не хочу быть шиншиллой. Люблю их тоже, как он. Кормлю их вкусно. Сам примерно, вот прям один в один, как они, тоже не ем. Потому что я ем все-таки у основного овощи, фрукты, зелень. А шиншиллы все-таки едят там действительно злаки, семена, травы и так далее. Поскольку у нас и разный тип пищеварения и так далее, и так далее. И мы все-таки действительно совершенно другие существа в плане биологическом. Только вот, так сказать, меня поражает вот эта аргументация. Вы ведь слышите? То ли они глумятся, то ли они просто, так сказать, так выеживаются из себя. Ради чего и зачем? Ну, ведь для разумных людей они показывают, что они сказали абсолютную глупость. Неужели так приятно глупо выглядеть? Или наши люди, уже общество настолько идиотично стало в основном в своей массе, что даже не понимают, и вообще, что люди говорят. И неужто им это нравится? Или неужто их аргументация, а вернее, ее вообще отсутствие, да? Что-то доказали кому-то? Так вообще ничего никому не доказали они. Потому что этим доказать-то, ну, в общем-то, ну, не сказав ничего невозможно. Они же действительно ничего не сказали по сути своей. Вот ведь чем дело-то. Ну да ладно. Так, последнее вот, что я хочу сказать. Тут будет заключительное слово. Может быть, даже порой экстремальными видами спорта, как тот самый фридайвинг, который подразумевает тоже занятие йогой и так далее, и уже получаю потрясающие результаты. Спасибо. Александр Люблин. Ну что ж, дорогие друзья, что тут можно сказать в завершении? Я считаю, что все понятно. Ну, если что-то непонятно, я в других своих видео расскажу обязательно, что обещал, где я писал там в комментариях под моими роликами, обязательно отвечу, сделаю, найду время, постараюсь, хотя мне очень мало. Я надеюсь, что я вас, так сказать, данное видео порадовал. Может быть, кто-то все-таки задумается и, может быть, покажет своим родственникам, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, коллегам на работе, друзьям, умникам, физкультурникам и так далее, что, собственно, какую они? Ведь это они, повторяя вот за этими учеными, в кавычках, с телевидения, да, они подсознательно, ведь они повторяют именно это, то есть не аргументацию, а желание уверовать в то, убедить себя, во что они святые, и так верят, и радуются этому, что пожрать вкусной пищей, ради которой мы живем, то есть вот именно ради которой мы живем. То есть мы живем для того, чтобы пожрать, поработать на унитаз, так сказать, другими делами позаниматься какими-нибудь там, и, в общем-то, вот так прожечь жизнь. Неужели человек живет ради этого? Конечно, нет. Конечно, не ради этого живет человек. И каждый разумный человек понимает, для чего он, как человек, высшее разумное существо на нашей, так сказать, планете живет, какие его предназначения, просто ли прожечь жизнь, ведь они предлагают именно так, именно это они предлагают. Согласны ли вы с этим? Или вы согласны с очевидными вещами? Что аргументации никакой научной нет, привести из передачи в передачу, они ничего не могут, кроме сам дурак, ничего, кроме умных за ум, каких-нибудь фраз, да тут, собственно, в данный момент даже умных фраз не было. В общем, дорогие друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что, собственно, чем больше будет подписантов, тем я буду больше снимать интересных, важных, аргументированных видео. Кто, кстати, еще не в теме и захочет задавать всякие глупые вопросы, основополагающие, там, многие примитивные, насчет белков, аминокислот, давайте договоримся так. Вот сейчас я вам показываю мой блог, юфролов.ру, заходите туда, да, вот он. Главная страница, мои выступления, левая колонка, вводные лекции, видите, вводные, нажимаете туда, попадаете в этот раздел, вводные лекции, и там смотрите любую из них, ну, я советую там четвертую снизу, вот, то есть сейчас я вам ее прям покажу, вот она, вот эту, например, ну, она, я считаю, просто одна из самых удачных, вот эта вводная лекция, вот. И вы будете, или вашим друзьям, кто еще спорит в чем-то, вот не пишите тут, чтобы я, я же не буду отвечать, писать на то, что я сотни тысячи раз уже давно отвечал, для этого я видео и записываю, уж не поленитесь. Потом, вот по молочной проблеме, посмотрите, я вам очень советую. Вот по пищеварению, кто начнет чего-то там умничать и придумывать, значит, в оправдании своим порокам, желаниям, там, и так далее, что там белки, мясо нужны, или там какие-то примеры, что тетя Маша перешла на среднее и плохо стало, там, и так далее. Ну, с дуру можно и сами знаете, что. Вот открывайте, по пищеварению, очищению. И вот смотрите, вот эту, например, будь здоров, с конференцией очищения, или вот эту по пищеварительной системе на 4,5 часа мою большую лекцию, вот эту я советую посмотреть. И вы все будете знать. Ну, и смотрите другие, видите, тут есть покровеносные, подыхательные системы, печень поджелудочная, посмотрите обязательно, водолимфопочки, по грибковым инфекциям, по онкологии, вы поймете, вот причем каждая лекция связана с другой. Тут логическое дается, общие данные, изучая которые, даже не изучая, просто послушаю, потому что простым доступным языком я объясняю сложные, казалось бы, вещи. Очень простым доступным, каждый поймет. Вы просто не верить будете мне, а просто поймете, как все есть на самом деле. Потому что я говорю, всего лишь констатирую законы природы, как они есть, ни желаний свои, ни пристрастия. Просто меня раздражает, бесит, и когда попирают здравый смысл, глумятся над человеческим разумом, над истиной, а истина это вот законы природы в данном контексте, то есть как происходят биологические процессы, а не как мы хотим, чтобы они проходили. Вот, собственно, вот так. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что любой разумный человек все адекватно поймет. Еще раз, верить ничего не надо, надо понять. Для этого надо думать. Для этого не надо оправдывать то, что вы хотите оправдать, а беспристрастно разобраться. Ведь вам же жить. Вы же хотите прожить долгую счастливую жизнь, по крайней мере увеличить свои шансы на это. Ну а как можно увеличить свои шансы? Только жить в гармонии с природой. Только жить по ее законам. Им миллиарды лет этим законам. Законы причинно-следственных связей, это и есть основополагающие законы бытия. Все подчинено логике. Никакого хаоса нет. Никаких индивидуальностей, там как начинают философствовать, нет. Вы все пытаетесь только оправдать. Не надо оправдывать. Нужно подойти разумно, строго, жестко, беспристрастно, проанализировать. Природа нам все сама подскажет. Все в природе гармонично, целостно, только надо лицом к ней повернуться, а не задом. Если мы поворачиваемся задом, мы получаем пинок, и в этой борьбе против стаяния с природой мы никогда не будем победителями. А в ней все очень просто. Итак, смотрите вот эти мои лекции, подписывайтесь на мой канал в YouTube, в блог, вот на рассылку, кстати, можете подписаться на мой сайт по продуктам, если захотите, надгар.ком, вот в этот, там можете тоже подписаться. И, пожалуйста, до новых встреч, ждите мои новые лекции. Все вам самое лучшее. До свидания.